физкульт привет друзья сегодня очень важная интересная тема и будем мы с вами говорить о гиперэкстензиях о экстензиях о проблемах с позвоночником смерть позвоночными грыжами протрузиями как эти два упражнения влияют друг на друга и что такое на самом деле гиперэкстензия а какое упражнение называется экстензия для спины это очень и очень важно почему во первых потому что подмена понятий всегда вредит восприятию а если мы с вами говорим на разных языках мы не понимаем друг друга но еще хуже когда мы с вами говорим на одном и том же языке но под каждым высказыванием подразумеваем разные вещи и под разным названием упражнения подразумеваем разные упражнения сейчас вы поймете почему это опасно и вредно самый простой пример это гражданский брак так вот ребята и вы в сми везде вводят нас в заблуждение говоря о том что если мы живем не расписавшись это гражданский брак это чушь гражданский брак это официально зарегистрированный брак а если вы живете не официально зарегистрировано это не гражданский брак это сожительство просто сожительство согласитесь звучит как-то не очень красиво поэтому потихонечку от всего от этого отходят но грамотному человеку это коробит слух восприятие точно так же и произошла подмена понятие в экстензиях и гиперэкстензиях и поэтому когда доктора запрещают нам с вами делать гиперэкстензии они на самом деле подразумевают экстензии спины но гиперэкстензия это не экстензия это совершенно другое упражнение и она жизненно необходимо любому человеку есть у него проблемы с позвоночником нет почему по простой одной причине гиперэкстензия снимает нагрузку с позвоночника не просто снимает а происходит декомпрессия то есть когда диски отходят друг от друга давят в противоположном направлении а все что мы с вами получаем в процессе нашей жизнедеятельности сидим стоим ходим приседаем выполняем различные другие упражнения происходит компрессия межпозвоночных дисков да еще один факт очень часто задается вопрос если вы примете вис на перекладине происходит ли декомпрессия на самом деле нет и это не несет никакой пользы вашему позвоночнику особенно его нижнему отделу хуже не будет но и лучше от этого не будет а вот висы когда ваши ноги закреплены и вы висите вниз головой это полезно и стоит это применять но вернемся к нашим с вами бараном что же такое гиперэкстензия гиперэкстензия это когда наш с вами корпус закреплен а нижняя часть тела то есть ноги мы разгибаем вот этот станок друзья называется гиперэкстензии и он просто необходим если вы хотите иметь здоровую сильную спину хотите ее сохранить чтобы не было травм крыш протрузий то что вам нужно но если у вас уже есть проблемы со спиной это то что вам нужно бизнес-индустрия фитнес-индустрия вводит нас в заблуждение говоря о том что нельзя делать гиперэкстензии но они даже не понимают не разбираются в терминах и в основном это все глупые теоретики это упражнение этот станок подняли на ноги многих спортсменов вернули некоторые даже с инвалидного кресла в большой спорт обязательно делайте его обязательно всегда когда вы делаете приседания в день приседаний и в день становых тяг обязательно делайте до тренировки и один подходик с легким весом после окончания тренинга это единственный станок который делает декомпрессию нам на позвоночник то есть растягивает межпозвоночные диски все остальное это компрессия и запомните именно вот этот станок называется гиперэкстензии вот это гиперэкстензия и это упражнение поднимет на ноги вас даже с инвалидного кресла если у вас какие-то проблемы с позвоночником это я не придумываю я лично знаю людей которые занимаясь профессионально пауэрлифтингом получили серьезнейшую травму позвоночника и сели в инвалидное кресло врачи естественно сказали что все крест вообще на том что человек даже не будет ходить но человек поднял себя и не просто вернулся к обычной здоровой жизни он вернулся в соревновательный спорт это говорит о многом и таких примеров не единицы таких примеров очень много я не хочу принижать наших докторов но факт остается фактом и те кто получил проблему с позвоночником понимают о чем я говорю доктора могут поставить только диагноз к сожалению как лечить позвоночник они не знают все что они будут делать с вами не принесет вам абсолютно никакой пользы по простой причине что это просто теории а теории и практике зачастую расходятся практика эта практика теория эта теория именно поэтому когда вы слушаете какого-то блогера или просто доктора у которого не было проблем со спиной у которого не было опыта в лечении межпозвоночных грыж и протрузии вы не можете полагаться на его советы вы знаете что у меня у самого были и грыжи и протрузии и доктора меня лечили почти три года к чему это привело это привело к страшнейшим болям к болям которые не могли снять даже из лучших сильнейших обезболивающих таблеток были действительно более страшные я не мог не сидеть не лежать тогда я понял что спасение утопающих дело рук самих утопающих и я стал изучать этот вопрос самостоятельно в первую очередь я нашел огромное количество людей у которых проблема такая же как у меня когда я послушал их это что советовали им доктора я понял что эти советы совершенно не работают колоть мельгаму ходить на какие-то процедуры это совершенно бесполезно хуже вам от этого не станет но лучше не станет и проблема будет прогрессировать вам не будет становиться лучше в принципе значит можно сделать вывод что вам будет становиться хуже от лечение доктором я это испытал на себе есть много замечательных блогеров которых я уважаю и которые вам говорят что нельзя делать гиперэкстензии но во первых когда они говорят гиперэкстензия вы уже знаете что они подразумевают экстензию но и это еще не все мне очень нравится блогер борис цацулин я с удовольствием смотрю его видео выпуски видеоролики в них очень много полезного но борис очень умный парень это никто не отрицает но он теоретик я знаю что у него проблема со спиной тоже была протрузия грыжа не знаю надеюсь что он избавился от этой проблемы он тоже обращался ко мне по поводу вопроса гиперэкстензии экстензии я кстати приношу извинения я раньше тоже говорил гиперэкстензии подразумевая экстензию только потому что вы все используете этот термин легче пойти по наклонной чем объяснять разъяснять но на сегодняшний момент я понял что нужно четко расставить приоритеты расставить понятия чтобы мы с вами говорили на одном языке на одних понятиях и восприятие нашего с вами разговора было одинаково так вот ребята не путайте гиперэкстензии с экстензиями если даже вы видели когда борис цацулин пригласил какого-то специалиста к себе который запрещал вам делать гиперэкстензии я вам советую тоже это не слушать но не слушайте также и меня в плане того что все что я говорю есть истина все что я говорю есть истина для меня для моего позвоночника для моей конкретной практики для вас это будет тоже теория пусть и прошедшая практику через меня лично я точно так и поступил я нашел как можно больше информации о данной проблеме о проблеме межпозвоночных грыж и протрузии собрал колоссальное количество людей которые избавились от этой проблемы нашел общее так вот станок гиперэкстензии должен быть в каждом зале неважно есть у вас проблемы с позвоночником или нет вы должны выполнять данное упражнение если у вас нет этого станка мы с вами все люди соберите петицию подпишите если вы наберете там 100 200 300 подписей и отдадите руководителю вашего клуба поверьте мне они приобретут данный станок я сам открыл не один тренажерный зал и знаю что хозяин всегда бизнеса смотрит на активность его людей что нужно его клиентам и если человек грамотный он обязательно предоставит вам этот тренажер это очень важно для профилактики и лечения позвоночника позвоночника так вот практики и теоретики всегда слушайте тех кто практически прошел через какой-то путь избавляясь от какой-то проблемы теории это все хорошо но теория остается теории на практике же гиперэкстензии избавляют вас от боли на практике гиперэкстензия избавляет от проблем с межпозвоночной грыжей и протрузии кто следит за моими роликами знает что я избавился от этого и пришел уже к тому что я приседаю за 200 иди делаю тягу за 200 конечно не так как раньше не на такое количество повторений все равно не с такими рекордными весами но извините в этом году мне исполнилось уже 40 лет это во первых а во вторых я не собираюсь дальше прогрессировать в этих упражнениях но если вам говорят что приседание или становая тяга опасны это тоже полная глупость опасно ребята только безграмотная техника если вы наплевательски относитесь к технике упражнения так это вы сами для себя опасны никакое приседание никакая становая тяга не опасны для вашего здоровья и еще очень важный вопрос только один доктор встретился на моем пути это была очень старая еврейка которая работала кстати тоже в клинике по лечению межпозвоночных грыж и протрузий путем лазерного удаления лазерная хирургия то есть не нужно как раньше было бы резать скальпелем так вот она мне сказала когда я спросил ее можно ли мне приседать делать становые тяги хотя у меня уже тогда были серьезные боли и она одна единственная из всех встречаемых на моем пути докторов сказала его если ты делал эти движения тебе обязательно жизненно необходимо продолжать их делать для здоровья для здоровья общего и для здоровья твоего позвоночника я спросил а как же ведь все говорят и советуют другие врачи что нужно от этого отказаться она сказала если ты до проблемы до твоей травмы делал эти упражнения ты обязан делать эти упражнения естественно снизив веса до минимума что я и сделал конечно где то месяцев 7-8 я вообще не приседал и не делал тяги делал только жены ногами но после этого разговора я понял что все таки я мыслю правильно в правильном направлении и я вернулся к приседаниям приседал с пустым грифом становую тягу делал с 50 килограммами я не испытывал при этих весах проблем с позвоночником и при выполнении движения не было болей боли были когда я долго сидел и вы все это знаете что сидение самое опасное для нашего позвоночника обязательно выполняйте мою гимнастику которую я вам показал в прошлом ролике если же вы до получения травмы приседали и делали тяги продолжайте это делать убрав вес полностью если даже вам будет тяжело и больно делать это с пустым грифом делайте это хотя бы с пустой шваброй или просто с палкой деревянной от швабры либо пластмассовым бодибаром но делайте другой вопрос что если у вас травма случилась а вы до этого не приседали и не делали становых тяг то но здесь конечно ситуация другая и не стоит начинать делать приседы и тяги пока вы не избавитесь от боли возвращаемся к экстензиям и гиперэкстензиям про гиперэкстензии вы поняли их нужно выполнять обязательно выполнять и особенно если вы получили травму если вы не хотите травмы выполняйте гиперэкстензии хотя бы два раза в неделю как минимум причем один раз работаете на повторение с небольшими весами а в другие разы вы должны повесить хороший тяжелый вес на тренажер и выполнить 8-10 повторений я дошел до того что делаю больше 10 повторений с 200 килограммами в данном тренажере поверьте мне это очень огромный вес и для многих это кажется нереальным мне самому кажется это нереальным потому что я вижу как делают другие люди для них 100 килограмм уже запредельный вес для девочек даже 10 килограмм тяжело я не хочу хвастаться и вы знаете кто смотрит мои ролики я не стараюсь пиарить себя как-то или возносить выше вас единственная моя задача донести до вас что движение это жизнь любая стоячая вода начинает плесневеть начинает загнивать точно так же и с нашим позвоночником из-за сидячего образа жизни сидим дома сидим в офисе сидим на машине происходит застой а если мало крови туда поступает причем не только к позвоночнику к любому нашему органу к любому суставу происходит застой происходит негативные влияния на ваш организм как можно улучшить это положение самое легкое вставайте после 20 минут сидения неважно какая бы там ни была важная задача чтобы перед вами не поставил какую цель начальник плюйте в душе на начальника на работу на все ваше здоровье это самое главное и встать на 2-3 минутки выполнить какие-нибудь наклончики походить подвигаться в любом офисе можно сделать если вы не курите просто выйдите пройдитесь по коридорам это будет очень полезно и перед сном обязательно гуляйте 30 минут как минимум самое лучшее для наполнения кровью позвоночника это ходьба ни в коем случае не бегайте вы знаете что я вообще против бега бег убивает ваши коленные суставы со временем тот кто постоянно бегает получит какую-то проблему с коленкой это сто процентов бег вредит позвоночнику и бег не функционален все наши предки быстро ходили ходите ходите быстро но чтобы не было фазы полета бег вредим тем что есть фаза полета и когда ступня соприкасается с поверхностью происходит сильнейшая компрессия а если вы еще весите много то это вообще смертельно опасно для ваших суставов для вашего позвоночника что такое экстензия экстензия как вы уже поняли это то упражнение которое мы все с вами воспринимали под названием гиперэкстензии но экстензии спины это как раз таки то упражнение при котором нужно быть немножечко осторожным но выполнять его все равно нужно и необходимо даже если у вас есть проблемы с позвоночником даже если вам запрещает ваш доктор я вам советую делать это упражнение единственное когда у вас боли в позвоночнике и вы выполняете мою гимнастику которую я вам дал не старайтесь сразу же приходить к полной амплитуде движения выполняйте ее до того момента когда начинается сильный дискомфорт когда боль усиливается но делайте то же самое и для экстензии делайте ее в ту амплитуду в которую вам комфортно даже при болях многие люди испытывают уже после первой тренировки после первого выполнения экстензии и моей гимнастики облегчение я бы вам не советовал это мой первый ролик на эту тему вышел больше года назад и каждый день я получаю положительные отзывы от людей и в личку и вы можете это видеть в комментариях как помогают мои советы итак какие основные выводы мы должны с вами сделать во первых врачи на 99 процентов это теоретики и помочь нам с вами в лечении межпозвоночных грыж и протрузий они к сожалению не могут поэтому нам нужно основываться только на практическом опыте людей которые уже смогли избавиться от данных проблем и экстензию и гиперэкстензию необходимо выполнять естественно соблюдая все технические правила характеристики для данных упражнений и не забывайте что идти к большим тяжелым весам нужно очень и очень постепенно не смотря на то есть у вас грыжи и протрузии нету всегда соблюдайте последовательность начиная с самого легкого и шаг за шагом поднимая нагрузку только так вы можете и вылечиться если у вас есть уже проблемы с межпозвоночными грыжами и протрузиями или избежать их и экстензии и особенно гиперэкстензии просто необходимы врачи в итоге вас заставят сделать по крайней мере будут советовать операцию но по статистике можете расспрашивать поспрашивать людей после операции больше чем 95 случаях все проблемы возвращаются а при грамотном построении тренировочного цикла вы можете полностью избавиться от данной проблемы конечно же если у вас есть деньги заменить диск но я сомневаюсь что такие деньги у нас с вами есть и приседать и делать становые тяги необходимо особенно если вы делали эти упражнения до травмы естественно как я уже говорил начинать также с пустого грифа или даже с палки деревянной но делать нужно не забывайте также о технике в приседаниях я не советую опускаться ниже трех повторений но верхней планки повторений не существует идеальный вариант тренинга это приседать собственным весом на 20 раз выброс гормонов колоссальный особенно гормона роста и естественно нагрузить себя сложно никогда не доходите в становые тяги в приседаниях до мышечного отказа никогда не опускайтесь меньше трех повторений единственное что вот в становые тяги я не советую подниматься выше 7-8 повторений а так все основные рекомендации такие же как и для приседа идеальная техника постепенность поднимания нагрузки ну конечно сдуру можно и хрен сломать нам с вами известно это высказывание и извините что я вам его здесь привожу но без этого никуда не бывает опасных упражнений бывают вот такие придурки как вы видите сейчас на видео и я уверен что в каждом зале находятся такие люди которые делают что-то подобное называя это приседаниями причем используют такие веса и в жиме лежа когда трое двое выполняют за них эти упражнения упражнения Ребята здоровье в ваших руках только мы сами можем навредить себе и сделать себе лучше поэтому все очень и очень просто гимнастика которую вы видели в предыдущем ролике выполняете ее как минимум утром и вечером занимает она максимум пять минут на все про все тридцать минут гуляете и у вас позвоночник будет здоров обязательно соберитесь на родительском собрании если у вас есть дети и коллективно убедите вашего классного руководителя чтобы ваши детки после каждой двадцати минутки вставали на уроки и чтобы классный руководитель довел это до всех учителей которые учат ваших детей если конечно вы беспокоитесь о здоровье ваших ребят я это говорю не просто так потому что изучая всю эту тему я столкнулся с шокирующими фактами раньше межпозвоночная грыжа была у людей которым уже под 30 лет сейчас уже подростки а вы знаете подростковый возраст это от 13 до 16 лет получают межпозвоночную грыжу а грыжа позвоночника мешает жить конкретно ухудшая жизнь поверьте мне я убедился это на своем опыте поэтому только вы сами можете уберечь своего ребенка уберечь своих близких уберечь себя начните делать и детки будут за вами повторять это все и утром и вечером гуляете помимо того что будет польза вашему позвоночнику вы будете получать пользу потому что когда гуляешь перед сном легче засыпать это тоже факт что еще может помочь при проблемах с позвоночником мне очень помогло уже живя в Америке мне подсказали это добавка аргинин в чистом виде без каких-либо примесей и витамин D3 витамин D3 пейте по рекомендации на баночке сколько написано столько и пейте а дозу аргинина увеличивайте в два раза от рекомендованной на баночке не забывайте пить воду как можно больше воды и ни в коем случае не отказывайтесь от жиров особенно от яичных желтков яичные желтки нельзя пить только тем кто сидит на фармакологии это факт а вы уже знаете что большой бодибилдинг перевернул совершенно восприятие многих людей и дает конкретно ненужные неправильные факты для нашей жизнедеятельности яичный желток это только один пример из этого но эта тема отдельная другая и всегда выполняйте как экстензии так и гиперэкстензии гиперэкстензия наиболее важная чем экстензия но и экстензии спины также необходимо выполнять помните о том что когда вы выполняете экстензии спины нельзя разгибаться выше чем корпус становится параллелен с ногами а иногда даже лучше слегка не доходить до параллели все движения выполняйте крайне медленно и что касается удержания веса когда вы будете выполнять экстензию для спины с утяжелением никогда не держите вес на согнутых руках у груди это неудобно это не нужно и когда вы будете правильно держать вес на вытянутых руках вес можно будет брать более тяжелым нагрузка будет более тяжелая больше крови будет приходить в позвоночнику больше нагрузки будут получать целевые мышцы запомнили да максимум разгибаться вверх до параллели с ногами либо чуть чуть меньше но ни в коем случае не делать прогибов назад не делайте никогда экстензии для спины как бы на косые мышцы как вы видите многие делают в бок это очень и очень опасно и не стоит этого делать потому что косые мышцы когда вы их тренируете получая нагрузку увеличиваются талия на самом деле увеличивается если вы хотите сохранять здоровым позвоночник и пресс и чтобы живот не выпирал выполняйте вместе в утреннюю свою зарядку программу упражнение вакуум и делайте скручивание на полу без какого-то либо дополнительного отягощения и у вас будет идеальный живот идеальный пресс а видимость его это уже вопросы питания я думаю ребята что это видео было полезным для вас вы теперь знаете что такое экстензии что такое гиперэкстензии что оба эти упражнения полезны что гиперэкстензии наиболее полезны и необходимо их делать что сидеть нужно как можно меньше как можно больше двигаться и только в ваших руках и в вашей голове здоровье вашего позвоночника и всего организма в целом приседайте делайте становые тяги тренируйтесь следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал Heavy Metal Gym специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока а а и Субтитры создавал DimaTorzok